Всем привет, друзья! Вы на канале Slovat United, меня зовут Эмили, мы продолжаем проходить карьеру за Саб-Юнайтед. Little official phrase, всем привет! Всем привет, кто присоединяется к нашей трансляции. Ну, как вы помните, мы с нашей командой Саб-Юнайт пока возглавляем турнирную таблицу футбольной национальной лиги. В общем, пока все идет довольно неплохо. Ну и единственное, в чем проблема, это огромное количество дисквалификаций. После последней игры у нас просто запредельное число людей не могут принять участие в матче из-за дисквы. И плюс еще и в сборной разъехались сразу два человека. Поэтому мы посмотрим там к следующей игре, которая через шесть дней. Ну там вообще шесть игроков будет вызвано в сборную. Я не знаю, кем мы будем играть. Артем Оле, спасибо за фоллоу. Да, к моей команде добавиться можно. То есть, либо за донат 500 рублей, либо платно сабнувшись на канал. То есть, если ты платно подпишешься, ты как раз появишься в клубе. Есть еще один вариант, там абсолютно случайным образом может произойти отбор в команду. Артем Оле, привет. Если на колесе, у нас есть специальное колесо, ну это можно в группе ВКонтакте почитать. Ссылка на группу, кстати, она под стримом. Если вы не подписаны, то я вам очень советую посмотреть. И там как раз на колесе есть пункт отбор. То есть, в команду проходит бесплатный отбор. Там через рандомайзер мы определяем, кто из участников чата попадает в клуб. То есть, есть несколько вариантов и путей относительно того, как в клуб попасть. Но, в общем-то, у нас пока до следующей игры 4 дня. Будем тихонечко проматывать. Кстати, добавилось 5 новых пунктов в колесо. Если вы вдруг не знаете о том, что нового появилось, можете зайти в ВК. Там у нас все написано. Вот, кстати, вот в этом посте. Там же есть и ссылочка на новые пункты колеса. Привет, Сидровер. Ну, первый у меня стрим на неделе. Так получилось, что даже суббота теперь день не свободный. Потому что преподаю я в университете по пятницам-субботам. В общем, вообще нет времени на какие-то стримы. Вот в воскресенье у меня единственный выдался свободный денечек, когда я смог хоть что-то сделать, да. Вот. Я очень рад, что наконец-то у меня получилось постримить. Так, у нас завтра матч. Да, завтра матч. Но проблема в том, что... Как-то у нас не набирается составчик-то, да, на игру. Бандурас будет через три дня только готов, да. Это, конечно, жесть. Но самое обидное — это сборная. Это сборная. Они уезжают в какие-то свои юношеские сборные, и мы не можем их отозвать. Это уже четвёртая работа, да. На четырёх работах работаю. Всё, никак остановиться не могу, всё, у меня денег мало, как шутят мои друзья. Так, хорошо. Мак Митчелл. Какая у тебя нога? Обе. Ну, хорошо. Ну, в принципе, Мак Митчелл может сыграть на фланге. То есть, чисто теоретически, это не такая уж безнадёжная схема. Тем более, мы испытывали на прошлом стриме читерские тактики. Вот это одна из читерских тактик. Ну, насчёт того, насколько тактика читерская, мы вот посмотрим как раз-таки в следующем матче. То есть, если это реально какой-то дикий чит, то мы должны победить, несмотря даже на то, что у нас игроки не по позициям стоят. И причём победить так довольно уверенно. Ну, что. Выходим на поле. Играем. Надо побеждать. Ну, конечно, дисквалификации вообще не в тему. В результате у нас чуть живой состав. И я небольшой фанат этого. Вот, например, лондонский Арсенал, да? Вроде бы состав, ну, я говорю, конечно, похуже, чем у Ман Линайтед. Но он ещё и хуже тем, что он неглубокий. Состав у Арсенала. Получили травмы там два центральных защитников? Всё. Этот Арсенал обыгрывают теперь все, кому не лень. И там минус Белерин. Там на фланге медленные стали. И МЮ, короче, этот Арсенал укатал просто в газон. Телегин. Фалит. Так, это, видимо, Аскар. Да, спасибо, Аскар, за хвост. Гол забивает Аутизм Гейминг. Я не знаю, Аутизм Гейминг ещё подписан на канал или уже нет. Ну, так или иначе, человек был подписан, человек попал в состав и сейчас забивает вот такие прекрасные голы. И, кстати говоря, в FM произошло какое-то обновление. Если кто знает в деталях, что именно обновили, может быть, расскажете. У меня совсем нет времени там лазить по всяким форумам и читать. Наверняка пишут. Но просто проблема в том, что... Что как-то вот так вот не получается. Привет, МакМичелл. Как вам трансферы? О каких трансферах говоришь ты, Аскар? О трансферах в реальности? То есть там и Гуэйн в Челсе, Маратова, Атлетика, да? Или что? Одна замена. Ну, одна замена, потому что все в сборных. Три человека дисквалифицировано. Я не знаю, кем играть. То есть реально у меня вот такой состав. Мистер Твистер. Паст-центр. Ну, Друлджат исполнил здорово с передачи Мистера Твистера. 2-0 становится счёт. Чит-тактика пока нам приносит. Какие-то результаты. Ну, здесь смотрим, что здорово. Друлджат открылся, никто его не держал. И он расстрелял ворота. Это 6-й гол в сезоне уже, кстати, у Друлджата. Вот тоже теневой бомбардир команды. Аутин Гейминг. Так. Идёт. Играет на Лёню. Лёня на Макмичелла. И привет, Игудал Арсенал. Ну, Игуаин. Просто Сари, видимо, знаком хорошо с Игуаином. И ему нравится, как играет Игуаин для... Опять же, человек Сари пришёл. Естественно, Сари удобнее работать со своими людьми. Ну, и я думаю, что Игуаин челс-то принесёт пользу. Игрок классный. Ну, старенький уже, конечно, но классный. По крайней мере, ну, если сравнить Игуаина и Марату, то, конечно, Игуаин значительно более классный форум. Де Йонг. Ну, не знаю. Мне кажется, такие трансферы, как Де Йонг, за сколько там его купили? В общем, ну, такие трансферы, они вредят футболу. Ни один игрок не может таких денег стоить, ну, на позиции, там, словно какого-нибудь опорника, как Де Йонг. Ну... Буатенг. Ну, это на скамейку, наверное, Барселона. В общем, Барселоне старый Кевин Принц Буатенг. Я не пойму. Ну, просто, вот, еще и платить за него деньги. Зачем нафиг он нужен? Не представляю. Не какой-то там молодой топыч талантливый, который был бы, там, кстати. Ну, представьте, да? Даже 75 лямов за опорника отдать. Это такой же бред, как вратаря купить за 80, как Челси взяли кепу. Это же вообще смех. Взять кепу за 80. Зачем вам он нужен за 80? Человек, который отбивает только то, что в него летит, все остальное он отбить просто не может из-за своего маленького роста. Все. И его за 80 миллионов купили. Ну, Де Йонг, конечно, пополезнее будет, чем кепа. Но, блин, такие деньги отваливать за... По сути, игрока, который не будет системообразующим. Это же опорник. Да какой из Буатенга, из Кевина Принца Буатенга, ментор для молодежи? Это смех. Рэмси летом в Юве, Пентак в Милан. Ну, Рэмси... Рэмси игрок абсолютно средний. Ну, для чемпионата Италии, наверное, подойдет. Ну, так, абсолютно средний игрок. Зенит на Кубке Матч Премьер наигрывает состав. Он не будет выкладываться в Кубок Матч Премьера. Ну, блин, ребята, вы же понимаете, что там участвует Клуб Чемпионата России. Никто своим соперникам в здравом уме не будет показывать свои реальные наработки тактические. Дурл Джат, седьмой гол. По поводу Пентака в Милане. Я ничего сказать не могу. Все хвалят этого Пентака. Говорят, что он классный. Но, опять-таки, надо посмотреть. Может быть, действительно классный. Когда Франция? Не знаю. Мне нужно найти на нее время. Сегодня у меня не было бы времени запустить Францию. Так что я решил запустить Саб Юнайтед. Но на следующей неделе я очень постараюсь. Очень постараюсь сделать стрим по французской сетевой. Может быть, какой-то даже из рабочих дней. Хотя, вряд ли. Но, скорее всего, суббота-воскресенье в следующую. Я что-нибудь попробую придумать. Но не уверен. Не уверен. Потому что очень многое может случиться. Буатенга, типа, подмена Суареса. Так Буатенг центральный полузащитник. Зачем? Какая может быть подмена Суареса? А, Дениса Суареса, наверное, да? А я-то думаю про Луиса Суареса. Да. Саня расстроился. Говорит, не хочет с ним играть. По поводу челленджа, что ли? По поводу челленджа, ну... Я просто не смотрел даже правила. Что там за правила, расскажите мне. Мне кажется, Пентек и Санчо игроки одного сезона. Ну, Пентек, возможно, Санчо, не факт. Потому что Пентек это форвард. Ему пасуют, он забивает. У форварда, ну, доля везения, скажем так, она достаточно высока. Помните, там, Вильфреда Бони, потом испанец тоже из Суанси. Как его звали? Мичу. То есть, ну, тупо, тупо, тупо идет, вот, да? А потом тупо перестает идти. Форвард это такая вот позиция. Где, может быть, команда под форварда, а потом эта команда почему-то исчезает. Пентек типа Ливандовский. Ну, Ливандовский тоже, по сути, ну, такой, довольно узкоспециализированный форвард. То есть, просто игрок штрафной. Ему туда надо мяч доставлять. А матч против серьезных команд, когда надо сделать что-то больше этого игрока штрафной, Ливандовский не видно. Ну, Кевина принципу Атенга ставить форварду вместо Суареса, ну, это довольно странно. Мне кажется, нет. Так, Сашуля расстроен из-за того, что сетевой нет? Или Сашуля расстроен из-за того, что я новый его челлендж не играю? Я просто новый челлендж даже не знаю, что там, чем он новый, какие там колеса. Он что-то там мне рассказывал, но это было настолько мудрено все. Я ему сказал, Саша, ну, это очень сложные правила. Какие-то там проценты, он мне там рассказывал, что вот столько-то процентов от бюджета. Там что-то какое-то... Я вообще не знаю. Ну, так, еще друлджад давайте удалим. Да, мы удалим друлджада. Печаль, беда. Ладно. Я не знаю, зачем на замену Суаресу брать Кевина принципу Атенга. Это игрок центра поля. Зачем ему ставить нападение? Что, нападающих нет? Купите он Еркебулана с Айдахмета. Поверьте, хуже не будет. Вот вам замена будет Луису Суарес. Алекс Джамбо. Самый нелепый гол забивает. Все лиги подгружают, выбери Тиму, но у тебя плохие статы. ФНЛ, да, темнокожий судья, видимо. Точно взяли, чтобы Тюмени не подсуживал. Ну, по поводу того, что Кейн топ игрок, топ игрок, который ничего не выиграл в своей карьере. Спорно, спорно. Ни в Тоттенхэме, ни в сборной Англии человек не выиграл ничего. Да, он может быть хороший нападающий, но не более того. Считать его топом, пока он не выиграл даже какого-нибудь Кубка Лиги. Спорно, очень спорно. Притом, что были у Тоттенхэма шансы что-то доказать. Да и вот у сборной Англии, пожалуйста, на чемпионате мира иди. Ну, дорога в финал для сборной Англии была устлана розами. Ну, они слили Хорватом. Я не знаю, как можно было вообще Хорватом проиграть. Ладно, сборная России, но сборная Англии. Как можно было проиграть Хорватом? Ай. Спасибо. Ну, и наши чуть не выиграли, да. Ну, просто где топчик Кейн? У него было уже достаточно много возможностей проявить себя и на хороших турнирах. Но Кейн это пока человек, не выигравший ничего. Поэтому... Ну, я понимаю, что есть, может быть... Много каких-то защитников у Хорри Кейна, но мне кажется... Мне кажется, все эти защитники Хорри Кейна, они... Такие очень условные товарищи. Друзья, вот я откидываю ссылочку в чатик на пост в группе ВК. Да, пожалуйста, ему не сложно. Не поленитесь поставить там пальчик вверх, чтобы просто люди видели, что у нас стрим. Многие просто не видят, поэтому не приходят. Федя Пенку забивает из-за Эмни у Мудрича. Ну да, запросто. Так, все, красная армия не хочет больше получить новый контракт. С Тоттенхэмом ему только Кубки Лиги и Англии светят на данный момент. Так он их не выигрывает. Даже Кубки Лиги и Англии. Привет, Макс. Поэтому... Говорить о том, что вот, ему там светит, не светит. Не знаю. Пока ему не светит даже такое. Так, Друлджат дисквалифицирован. И у нас прежнему один человек на замене. Представляете? Вот так вот весело живем. ВТС Фортуни слил на последних минутах. Что Леонид Викторович там... Наши в Доте проиграли в финале эстонцам. Что это за... Соревнование было по медленной партии, что ли? Как они могли? Проиграть эстонцам. Кто выиграет Кубок Лиги? Сити или Челси? Ну... Трудный вопрос. Мне кажется... Челси победа это нужнее. У Сити... Другие приоритеты. Сити должны себя показать уже в Европе. Я думаю, что Сити так уж прямо выпрыгивать из штанов не будут. А вот Челси нужно добавлять. Хотя... Тактику Сари все довольно легко уже раскусили. Пасы через Жоржинья. Вот этот дрочь на Жоржине для меня тоже непонятен. Все говорят о Жоржине, Жоржине. Человек ни одной голевой передачи не сделал. Центральный полузащитник, которого все там хвалят и говорят, какой у него пас, какой у него пас. Какой у него пас, если он уже половина АПЛ сыгран, а у него еще ни одной голевой передачи нет. Это вот как раз таки говорит об уровне чемпионата Англии. То есть в Италии он там свои раздавал эти пасы. Попал в сильный чемпионат, все, ноль. Фред там в чемпионате Украины обводил стойки с накрученными рейтингами. Приехал в Англию, все, ноль. Просто состав не проходит человек. Поэтому, блин... Если человек в АПЛ себе... Господи, забейте его жидко. Емельяненко? Ну, Емельяненко уже 60 лет. Вообще на пенсию надо выходить уже в таком возрасте. Он... Кому вообще интересен Федор Емельяненко сейчас? Это все равно, что я там двух дедов попрошу подраться во дворе за бутылку водки. Это абсолютно неинтересно. Он уже просто старый. Надо честь знать. Он когда тебе там 30 лет, 35... Ну, все, заканчивай. Расстроился ли я, что Чивз проиграли Патриотс? Абсолютно похер. Я не слежу за NFL. Потому что у меня есть шапочка Чивз. Это ни о чем не говорит. Это все Лехина разоблачение, что на самом деле я фанат NFL. Не пропускаю ни одной игры. Жду Супербоула. Ну, драки бомжей, да, собирают просмотры. Это правда. Но я же говорю, что... Это можно на ютубе посмотреть. А чего-то ждать, там еще ставки делать на каких-то бомжей. Такое. Так, у меня мокрая киска. Травму получает. Растяжение. Наверное. Надо, чтобы он не сломался. То есть... О, пенальти. Донатил на драки бомжей. Ну, блин, я все пытаюсь аукцион провести. Но... Ленюсь. Не то, что ленюсь. Не могу найти время. На все это. Появится свой Дэна Уайт, который будет... Организовать драки бомжей и алкашей. Я думаю, что у Мити был бы неплохой потенциал. Ох! Мяч чуть не отправляется в космос. После своего вратаря. Ох! 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 Проходят тут турниры ко ФМу? В прошлом году был какой-то турнир по ФМу, чьи . Мн! Ах! английских игроков но опять-таки что такое турнир по fmo здесь игроки никак не смогут проявить свой скилл в плане в плане непосредственно этой игры здесь ведь сама суть самой игры заключается не в матчах тут подбор тактики тут подбор игроков под тактику тут развитие игроков то есть здесь сводить fm только вот непосредственно к выбору состава и матчу друг против друга это но это не fm в общем это не раскрывает всех прелести игры если взять ту же фифу то там сама суть это геймплей а здесь в 3d матче тут суть не такая уж и наибольшая плюс если фифе там все решают тайминги все решают какие-то грубо говоря скорость твоего мышления и нажатия на кнопки то в fm это решает совсем другое то есть проводить какие-то турниры по fmo это мне кажется довольно глупо и по их итогам говорить вот это сильнейшая феймер нет неправильно просто что касается движка то ну как-то так там макмичелл они не в клубах находятся то есть там в специальном режиме это все происходит по поводу движка там по поводу тактических именно вот этих настроек ну если появляются какие-то тактики допустим ну вот тактики без нападающих там какие-то которые работают стопроцентных случаях такого быть не должно то есть не должно быть тактики которая дает стопроцентный результат при примерно равных составах тактика она должна быть вариативной то есть как в реальности тренеры готовятся к каждому конкретному сопернику ты должен нейтрализовывать какие-то угрозы стороны того или иного соперника вот они не так что вот ты настроил тактику как сейчас я вот проверяю да и она работает ну ладно окей здесь у нас просто состав сильнее чем у всех соперников поэтому она может быть так хорошо работает но по поводу матчей звезд это вообще тема очень интересная сашуля сделал сейф кстати аплодируем матчи звезд в хоккее они ну по сути там интересны только конкурсы броски там на силу на точность конкурс булитов среди вратарей это прикольно но вот сами эти матчи звезд вся прелесть хоккея в силовой борьбе когда этой борьбы нет то эти матчи становятся абсолютно не интересными это уже не хоккей это уже ну просто фигурное катание с клюшкой и шайбой не более того поэтому хоккейный матч звезд для меня это ну что-то такое непонятное в нба ну там тоже самое конкурсы интересно там какие-то трешки какие-то данки да может быть что-то прикольное будет но сам матч в нба тоже там ну даже уже защиты нет настолько что никто даже руку не поднимает макро киска несмотря на травму забивает гол 5-0 ну хоккейные матчи звезд они вообще все незрелищные то есть какая разница кто там будет забивать мазякин или кроссбе вообще пофигу если нет силовой борьбы то это уже не интересно без силовой борьбы там кто угодно доедет до в нба есть такое ну по крайней мере до сих пор остается участник матча звезд то есть попасть на матч звезд он бы это отметочка в резюме что принимал участие в матче звезд таком-то году то есть там ну как как-то вот это вот есть а сейчас в ну в нхл там что-то как-то мне не нравится и плюс в нхл ну могли бы реально могли бы ну что-то в кхл хотя бы придумали формат там дивизионы играют друг против друга в нхл какие-то ну раньше я помню был матч и северная америка против мира что было неплохо мокрый киска один-два дня не будет вопрос от представителя rotor волгоград . ком матч звезд нет принципиальности ну вот да если бы там хотя бы они играли без силовой борьбы но это было бы не дружеское противостояние а ну какое-то вот такое какое-то более яркое так у нас следующий матч дома вот так вот выставим людей мокрая киска справа мокрый киска там бегать не сможет мы липски пипски лучше сюда поставим сюда можно фэ поставить подожди а нет мы фэ поставим сюда а друл джадо поставим сюда неплохо по моему неплохо и тапе а тапе и Продолжение следует... Друлджат как-то не смело сейчас сыграл. В итоге мяч укатился за пределы поля. НБА конкурс трешек, походу, будет круче конкурса данков. Ну, не знаю, значит, конкурса данков, что придумают. Зависит от того, что придумают. Но очень сложно уже изобрести что-то абсолютно новое и уникальное. То есть делать какой-то прямо данк, который всех поразит. Поворот не забивает. Что вот, какой данк вы бы придумали, если бы были игроком НБА и могли бы, ну, все что угодно исполнить. Что бы, горячий мяч бы забросил? Не знаю. Мне крайне трудно представить, чем бы я удивил людей. Вот и гол. Форвардовский вновь оказывается точным. Там Липский-Пипский подавал форвард. Касание перевел. Данк члену, ну, посмотрел бы, конечно. И снова момент после читерского аута. Прострел на форварда удар в касание и гол. Фэй здорово играет в защите. Фуа. Перевод вперед. Форвард! 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 Но справляется вратарь. Снова читерский вынос из аута. Леня форвард! Форвард! Удар заблокирован. Форвард снова с мячом. Это точно матч форварда. И сейчас будет подача, которую нам не показывают. Но верю, что там что-то крутое. Ленин и Игудалу Арсенала удар мимо ворот. 360 перевод. Нет, ну это же все делали. 360 между ног. Всякие набросы. Это все уже было. Надо что-то изобрести прямо. Ну и просто, возможно, не родился еще какой-то данкер, который может сделать супер-данк какой-то. Кто-нибудь делал данк вот, перекувыркнувшись в воздухе и поставив сверху. Какой прыжок надо иметь, чтобы так сделать. Селебрити делает шот 3-0. Удар противоход вратарем. Как же Сашка? Ну вот, кстати, да, герои фильма «Движение вверх» наверняка лучше всех бы выступили на слэнд-данк-контесте. Не помню, что делал Мухаммадина ЧМ. То есть это, я думал, от стенки мяча в аут улетел. Оказывается, он так пробил не точно. А, аут выбросил. Да, все, вспомнил. Ну а Леброн по молодости не попробовал. Ну, мне кажется, он ничего и не умеет делать. То есть, в принципе, он же человек, нацеленный на результат. Он не делает лишних каких-то выпендрежных приемов. Он просто забивает сверху. Данки от Леброна, они чисто силовые такие, обычные данки. Но он не делает из них какое-то шоу. Это не Винс, который может как-то даже в матче красиво, суперкрасиво заложить. Большая часть данков Леброна, это там как-то вот, ну или так он забивает. Либо двумя руками на силу, но не было там. Ну, может быть, медничку какую-нибудь максимум сделает. И все. Не больше. А Кевин Гарнет выступал когда-нибудь на слэмданг контесте? Есть Олды НБА, которые знают такие тонкости. Друлджат. Липски-пипски. Друлджат. Леня. Фэй. Селебрити. Арсенал. Хороший перевод. Подача. Форвард. Нет. КГ не выступал. Ну, вот я посмотрел на Гарнета. Что он тоже, ну, в молодости мог, я думаю, хорошо поставить. Так что сейчас я тоже. Я тоже. В фон. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Биатлон... Ну, биатлон... Велоспорт... Лыжи... Что я любил еще из некомандных... Ну, летом, когда было время, я всегда смотрел там, если чемпионаты мира, допустим, по легкой атлетике. Я смотрел там, стометровку смотрел. Какие-то... Там, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжки в шестом. Ну, так. Ну, то есть, тогда у меня было много времени. Я учился. Ох, Фэй, какой мяч! Паша! Супер! Привет, Алмаз! Вот, и... Ну, даже не знаю. Так, Липски-Пипски у нас умирает. Не нужна смерть во время матча. Мы не такие кровожадные, как и нас думают. Так, 67 у Лёни. 67 у Лёни. Угу. Ну, какие я еще виды спорта смотрел. Наверное, все. Ну, может быть, что-то еще, конечно. Может быть, я забываю просто. Ну, сейчас Игудала уже значительно лучше исполнил штрафной удар. Удар Сазонов отбивает. Игудала. Низом. Друджат. Так что, никто не знает, что... Знает, какие новшества в обновлении FM-а. Что тут добавили, что изменили. Мне вот интересно. Ну, видимо, никто не в курсе. Из моих зрителей. Кстати, как вам новые пункты колеса? Может быть, кстати, у зрителей, у кого-то из вас родится идея для новых пунктов. Ох, ну, это Аюреди. Федор Дворников забивает мяч у ворота Александра Аюреди. Ну, удар, справедливости ради, скажем, хороший. В притирку со штангой. Но эстонский вратарь, Саб Юнайтед, в очередной раз остается без Сухарика. Пропускает гол. Годный определенно. Ну, я рад, что вам понравилось. Если у кого-то есть еще идейки, вы можете их прямо сейчас скидывать. Либо в тему группы, я просто могу не увидеть или забыть. Если вы что-то предложите здесь в чатике, ну, промотается и все считается уже, как будто и не было. А вот если вы в темке в группе там напишите, это будет то, что нужно. В группе там у нас недавно такой спор образовался относительно мемчиков. Ну, то есть, некоторые люди кидают в предложку старые мемчики. Какие-то, может быть, гифки времен динозавров. Я выкладываю такую гифку и набирается там под постом, ну, лайк в 30. В то же время, под каким-то постом тематическим или под постом, содержащим видео, новые серии, чего бы то ни было, там собирается всего, ну, там от 7 до 10-12 лайков. И ты думаешь, блин, почему так происходит? Почему люди, ну, вот, например, бубновая разборка, да, 7 лайков всего собрала. А вот эта вот гифка футбол против хоккей собрала 30 лайков. С чем это связано? Как это так? Вообще, почему люди не оценивают контент? Ну, вернее, какой-то вот контент, который, ну, кто-то считает совсем уж школопабличным. Ну, блин, не знаю. Именно такой школопабличный контент оценивают. Шули гений. После матча должен написать Уткину, типа, как вам мое выступление понравилось? Ну, да. Знаем мы, как Аюреди с Уткиным общается. Как Уткин его каждый раз. Извините, Аюреди, я с вами не согласен. Или что-нибудь такое. Так, у нас впереди Сибирь. Еще и дома, поэтому тут надо побеждать. Без вопросов. Так, я бы вот Бандура сопоставил, наверное. Да ладно. Все игроки вернулись, это не может не радовать. Про оценка на прокачку игрока, да, все осталось точно так же, как и было. Ничего не меняется. Кстати, Макмичелл-то в состав что-то не проходит. Ну, ты можешь себе новую позицию, например, сделать. То есть, это тоже было бы неплохо. Потому что, видишь, вот эта позиция теперь резко стала вдруг востребованной. Потому что в центре поля у нас переизбыток. Так, соточка прилетела. Все в дальний удар. То есть, плюс 10 к дальнему удару от Макмичелла. Сильно. Сильно. Ну что? 20 дальние удары у Макмичелла. Кто за то, чтобы посмотреть на то, как Макмичелл будет теперь бить? Так, 90. 90 плюс 15. Так, вот мы сделаем потенциал. И, ну, я лично за то, чтобы посмотреть на то, как он будет бить. У нас в центре поля Леоня Игудала Арсенал. Но Игудала Арсенал чуть хуже готов к этой игре. Поэтому давайте мы вместо Игудала Арсенала... Вместо Игудала Арсенала поставим Макмичелла. И он будет бокс-то-боксом, как раз-таки человеком, который, в принципе, при желании будет бить. На ЦАП поставить... Нет, на ЦАП я ставить его не буду. По твоей-то что-то растренировался прям. Работает как черт на тренировке. Это не может не радовать. ЦАП читерский. Ну, тут эта схема сама так построена, что... Так, у нас Митяй. Редактировать характеристики. Что? А, правка клубного контракта. До 2024 года. Кстати, у нас руководитель отдела по работе с молодежью тоже Макмичелл. Он у нас особенный человек. Давайте мы его продлим. Таким же методом пусть работает. БМ теперь только по лайкам и просмотрам выходит. По лайкам и просмотрам, ну, либо же по донатам. Донат тоже как вариант. У нас на Бубнов Менеджер... Сейчас давайте я посмотрю, сколько собрано. Так, на Бубнов Менеджер собрано 181 рубль из 500 рублей. Ну, когда вы донатите, вы можете выбрать, на что вы донатите. То есть, если кто-то хочет донатить не на Колесо, а на Бубнов Менеджер, пожалуйста, можете донатить на Бубнов Менеджер. Это все учитывается. Просто когда донатите, выбирайте, на что именно. Если, ну, вот, сегодня, допустим, вы продонатите, там, не на достающие, сколько там, 400 рублей, то, пожалуйста, завтра уже будет новая серия. Отец того Митчелла, который играет. Да, одни Митчеллы. Ну что, вперед на поле, желаю вам удачи. Поехали. Фуа, агрессивен, обратите внимание. Может. Рыжов, свежов, капец, да. С вечера рыжов, а на утро уже свежов. Цыган в воротах. Ну, что вы хотите. Команда классная. У меня больше всего напрягает этот лагающий стадион. Я не знаю, как с ним быть, как его исправить, потому что вот эти мерцающие линии, они меня немного выбешивают. Потому что я такой искал Тимак в гугле, но нигде не нашел мерцание линий на стадионе. Кстати, там у меня уже бесплатный набор пора открывать в НХЛ-ке. Пока у нас матч проходит, я этим займусь. Надеюсь, Саша о Юреде ничего не учудит. Подсветка. Это был бы суперсовременный такой стадион в Катаре. 3D-технологии больше ни у кого нет, только в буе, и мокрая киска заряжает. Просто могучий удар. А мы ждем голов от Макмитчелла. Я сюда пришел, чтобы смотреть дальние удары Макмитчелла, а мне показывают то, как забивает мокрая киска. Макмитчелла, что долбанул так, что ни рыжов, ни свежов. Никто не смог выручить. У Сашули стримы были 2 дня подряд. Мне надо ему посочувствовать или порадоваться? Хорошо. Ой, Юреди! Ну что ж ты будешь делать? Рыжков забивает. Ну Саша достал, но забил все ворота. Мокрая киска подача. Селебрити удар в касание цыган ловит. Причем на мертвого. Сидровер! Проход, удар, гол! Сидровер! Сидровер здесь, на стриме. Сидровер видел этот мяч? Эту подачу, как он с угла штрафной прошел. И в дальний угол. Просто покатил этот мяч. Круто, круто, здорово, здорово. Форвард не забивает. Форвард, блин, уже сколько моментов подобных не использует. Просто не понимаю, как у него это удается. Как у него это получается, точнее, селебрити. Прямо в руки мяч прискакал. Что-то не так с Сашулией. Он с такими статами должен тащить практически все. Ну, видимо, аура. Все-таки, are you ready? Есть, are you ready? Цыган вот это не потащил. Но здесь Леоня издевательски пробил. Форвард, как Сашулия, только в поле. Форвард мало забивает. Потому что со скиллами форварда в ФНЛ, ну, надо быть просто топчиком. И вот момент, когда тебя выводят один на один, ты должен забивать. Посмотрите на скиллы форварда. Тоже, ну, выше для ФНЛ просто некуда. Это, ну, для РПЛ-то игрок топовый был бы. А он ФНЛ не забивает выхода один на один. Он забивает какие-то там корявенькие голы головой. Макмитчелл вообще пока дальний удар не наносит. Селебрити смещается, форвард. Ну, вот, форвард может вот какие-то такие забить там на добивание и так далее. И вот я заметил, что по этой схеме на ударных позициях оказываются не центральные полузащитники, а крайки. То есть, если Макмитчеллу еще добавить вот эту позицию, то есть, сам Макмитчелл, конечно, не против, я ему добавлю позицию вот эту вот на фланге, чтобы его ставить периодически на фланг. И он там как раз-таки будет иметь возможность хорошую для ударов. Но это надо, чтобы Макмитчелл сам не написал. Ну, вот, Костя Кучаев играет за Сибирь. То есть, ну, не самая плохая команда, чтобы понимать. Форвард выходит, удар! Ну, опять, прямо в цыгана. Ну, ты видишь, Макмитчелл не против. Это хорошо. Фуа бьет. У Фуа тоже хорошие скиллы, но он выходит, цыган тащит его удар. Смотрите на Фуа. 16 завершения атаки, 17 самообладания, 17 игра без мяча, 13-14 скорость ускорения. Это вообще... Он должен кучу голов забивать. Ну, вместо этого мы видим нечто совсем другое. Цыган выбивает. Сидровер. Селебрити. Фуа, Форвард! Ну, наконец! Оффсайд, офсайд, офсайд! Это же офсайд, ребята. Я уж удивился, думаю, ничего себе Форвард пробил. Оффсайд это не было, кстати. Ну, такого... Может быть, был какой-то маленький, но мне показалось, что не было. Если честно. Если Сульша вручился на ФМ, то что бы было, если бы Эмиль тренировал МЮ? Ну, меня бы не слушались игроки. То есть, я бы просто сказал, играйте как вы хотите, всё. Что я не могу их учить. Как вот я буду Погба что-то говорить, если я даже футболистом не был. Ну, такое бывает. Такое бывает вот и не только в футболе, но и на работе, когда начальник, ну, приходит начальник, да, прям, скажем, который не понимает, куда он попал. Такое бывает. И он начинает делать то, как он привык делать. Но в коллективе так работать не привыкли. И, естественно, коллектив начинает возмущаться. Ладно, если это один-два человека, которых, ну, можно просто уволить. Но когда это уже, там, человек пятнадцать, да, если коллектив, ну, не самый большой, там, человек работает семьдесят, из семидесяти человек уже пятнадцать, допустим, недовольны, это тяжело. То есть их всех, ну, окей, ты уволишь их всех. Но если у тебя недостаточно богатая организация, ты просто не сможешь привлечь туда других каких-то специалистов. Поэтому тебе приходится держаться за каждого. Вот. Ох, какой гол забивает Леня. Красота. Вот. Ну, такой начальник, ну, как правило, его не сильно любит коллектив. И он довольно, ну, если там стоит еще какое-то более высокое руководство, то, как правило, могут и слить его довольно быстро. Через годик, допустим. показателей-то нет, показатели-то не растут. Как они вырастут, если коллектив против? То есть коллектив не хочет показывать результат, не нацелен на результат. Чтобы коллектив был нацелен на результат, нужно делать одно общее дело. Это был сейчас удар, да? Насколько я понимаю. Очень интересно. Ну, форварда меняем на... То, что ты будешь делать. Менить последнее. Как вот... Почему... Почему я не могу заменить форварда? Алло. Изменить изменения, да. Вот так вот я сделаю. Дальние влияют на стандарты? Косвенно, да? Конечно, влияют. Так, а это Аюреди отбил, насколько я видел. Фантастика, феномен. Эстонский феномен. Просто тащит все. О-о-о-о, серебря, как же не забивает. Видите, Макмичелл. 6.8. У Лени, кстати, дальний удар всего 10. Но он заложил дальний. Так. Ладно, хорошо. Я гудал в арсенал. Выпускаем все-таки место Макмичелла. Ну и пока оставляем так. Сидровер. Удар заблокирован. Дипски-пипски. Врывается. Падает. Галыш играет вперед на Багаева. Багаев может уйти, но Сидровер успевает. Сидровер успевает. Так, ну давайте по заменам. В принципе, Фэй может уйти на фланг. Липски-пипски. А в центр мы сюда поставим Гвардия, например, Красную Армию. Фэмс-тренерам беда их увольняют часто. Так и в жизни, знаешь ли, тренеров тоже часто увольняют. Сидровер закладывает пушку. Здорово. Принял мяч, вошел в штрафную. И с правой. Да. Феноменально. Гудал Арсенал. Мокрая киска. По штрафную. Фуа. Киска. Бодача. Селебрити. Удар. И гол. Фантастика. Просто фантастика. Ну, задавили по полной программе. Просто мяч справа налево, слева направо. Цыган крутится просто. Он так на вокзале не работал, как здесь. Ему приходится прыгать, 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 скакать. Игудал Арсенал. Нет, здесь перехват пошел. Убегут ли соперники? Ну, по идее, не должны. Там Гвардей и Красная Армия свежий вышел. Свежий Игудал Арсенал. Но игра на встречных курсах. И что Бандурас нарушает правила на Виталия Галыша? Давайте в чат. Кто был лучшим игроком в этом матче? Ваше мнение. Фуа забивает потрясающий гол. У него всего шестой в сезоне. Он не так много забивает. Но Игудал Арсенал уже успел отдать пас. Сашуля, мокрая киска. Понятно. Пока вариантов немного. Но если судить по FM оценке, мы ее всегда сможем посмотреть. Там у нас осталось совсем чуть-чуть. Думаю, что сейчас уже прозвучит свисток. Так, гвардей принимает. Ну что не свистим-то? Все, наконец-то просвистел. Леня вообще встал. Два гола. А, ну два гола две голевые. Так, наверное, действительно он. Но мокрая киска тоже два мяча забил. Два мяча забил Сидровер. Форварда вот мы, как обычно, заменили. Потому что он засрал кучу моментов. Не знаю, почему так происходит. Все-таки у форварда классные статы. Так, и дальше у нас что? Зима. И дальше у нас зима, да. Ну что ж. Зима так зима. Значит, будем болтать, будем мотать. По крайней мере, часиков до... Ну сейчас, понятное дело, что уже на колесо нет смысла донатить. Поэтому мы меняем... Ну то есть вы, конечно, можете донатить на колесо, но оно будет уже на следующем стриме по Саб Юнайтед. Здесь мы вряд ли успеем домотать до матчей следующих. Так, мокрая киска признана игроком месяца. Кстати, это просто здорово. Это просто здорово, да. Вот. Эстонский феномен был лучшим. Да уж, это эстонский феномен, который каждый второй удар пропускает. Это реально лучший. Просто огонь. Выплаты начинаются. Так, обновление информации на совете директоров. Так. Сидровер, мы лучшего игрока матча выбирали. Так. Я хотел Макмичеллу вкачать новую позицию. Но все-таки там донатик-то был. Так. Позиции. Левый полузащитник. Ну давай двадцатку ему поставим. Чтобы у нас... Чтобы было. Вот. Позиция левого полузащитника. Чтобы он мог своим дальними ударами там бить. Это было бы неплохо. Что было? Гол забил? Сейчас я тебе покажу, что было. Так. Расписание. Семь и один мы обыграли себе. Сидровер забил не просто гол, а два. Представляешь? На позиции крайнего защитника два гола забить. Это хорошо. Следующий матч только седьмого марта. Там будем женщин радовать. Перед женским днем. Так. Кубок России, с которого мы вылетели. Наверное, ЦСКА всех победит. Я вот думаю сейчас над новыми экспериментами, но эксперимент типа Игуаин в Челсе. Не знаю. Игуаин просто достаточно классный игрок. И FM не совсем грамотно учитывает многие стили игры тренеров. То есть эту игру через Жоржиню. Не знаю, насколько он правильно считает. У нас вот серия А тут есть? Ой, серия А, говорим. АПЛ у нас тут есть, интересно, или все именно уволили. У нас отрыв довольно большой. Думаю, мы без проблем выйдем в премьер-лигу. Монако, ребята. Точно, Монако же у нас сейчас главный ньюсмейкер. Челсе девятый. Сарик еще тренирует? Да, Сарик еще тренирует. Фабрика Сканте Жоржиню. Сколько пасов делает Жоржиню за игру? Статистика. Не, ну, считает обводки. Так, вот, пасы. Ну-ка, Челси. Азар, он уже недоволен. Хочет в большой клуб. Блин, как Челси, стрёмно, да, когда говорят, хочет в большой клуб. То есть, Челси небольшой клуб. Паредос Паредос ПСЖ. Ну, с учетом скиллов Паредоса в футбол-менеджере, мне кажется, он ПСЖ будет лавочником глубоким. Ну, я попробую что-нибудь такое сделать. Так. Расписание, основной состав. Ну, допустим, Челси играл... А, мы не можем смотреть статус по матчу конкретно, да. Печально. Печально. То есть, мы не знаем. В России Паредос, я думаю, не особо и выкладывался. Но для Зенита это будет суперудачно. Продать Паредоса, ну, купить, сколько там, за 25 купили, за 47 продают. Это вообще отличный трансфер. Что там у Зенита? А что там у Зенита? Зенит на четвертом месте. Например, Лиги. Что там может быть у Зенита? Паредос, вот, пожалуйста. Ну, блин, скиллы Паредоса, давайте посмотрим, да. Он ровный по скилам достаточно, довольно техничный, но сказать, что он какой-то прямо супер для ПСЖ, ну, нет. Ну, нет. Для Зенита это классный игрок, но для ПСЖ кто вот им заинтересован? Китайцы только заинтересованы. Реально, продать его в ПСЖ для Зенита это прям подвиг-подвиг. Если они реально его продадут, это будет классный трансфер. К тому же не потеряют они прямо такого топча и могут нормального какого-то игрока найти. Ну, вот ПСЖ, да, давайте смотреть. Просто по составу Бориса Джермен, по позициям, да. Лачелса. Сильнее Паредоса? Однозначно сильнее. То есть у него пас 17, там виднее поле 16. Ну, по исполнению штрафных Паредос лучше, по игре в отборе Паредос лучше. Но именно как атакующий вариант Джованни Лачелса намного сильнее. Ну, может быть, не намного, но сильнее. Верати. Верати и в отборе не так плохо, и пасует, и, ну, не знаю, скорость ему здесь, конечно, нарисовали 11-11, мне кажется, Верати побыстрее уж ускоряется, точно, ускорение ему меньше пятнашки бы не дал, потому что Верати реально довольно быстрый. Но вот здесь ему вот таким сделали, ну, окей. Не знаю, Рубен Невиш в реальности то он в Уолверхэмптоне, поэтому Робьё, ну, с Робьё конфликт, но опять же, ребята, Робьё сильнее, чем Паредос. по скиллам. Всё, и в отборе лучше. Ну, да, возможно, дефицит, поэтому, ну, и плюс всё довольно дорого. По поводу Робьё, ну, мне непонятно, на самом деле, не позиции, ну, позиции клуба мне вообще непонятно, но игрок не хочет переподписывать контракт, потому что вы отказались повысить ему зарплату. Ну, либо вы повышаете зарплату своему воспитаннику, либо, ну, продайте его куда-нибудь. Серьёзно, зачем он вам нужен на лавке? Тем более, что игрок такой довольно, ну, неплохой, прямо скажем. В Тоттенхэм? Ну, может быть, Тоттенхэм, но он-то хочет в Барселону. Локомотив меня зовут, нет, спасибо. Локомотив, это как-то не мой вариант. Вот Дима остановился после травмы. Ну, Барсы, интересная линия полузащиты на следующий сезон будет вырисовываться. Рабьо, Де Йонг, ну, какой-нибудь Ракитич. Монако хотел посмотреть, а что там смотреть Монако? Монако здесь неплохо себя чувствует. Это в жизни Монако плохо себя чувствует. Но здесь тоже, смотрите, сколько недовольных. Хочет играть в основе, хочет играть в основе, хочет играть в основе, хочет играть в основе. А кто же у них там играет в основе-то? Головин травмирован, но он тоже недоволен, хочет новый контракт, вообще жесть какая-то, на самом деле, Тири Анрии, но Анрии провалился, провалился, но это скорее провал, провал менеджмента Монако звать Анрии, но они хотели как с Ульшером, наверное, чтобы было там, пришел и окрылил игроков, но, по сути, в Монако же проблема не в том, что, как у МЮ, всем не нравился тренер, то есть не было такого, что был конфликт с Жордимом, и как Мауринио загонял команду своей схемы, по которым никто не хотел играть, там просто ушли лидеры, Жордиму нужно было время на перестройку, сказали, нет, иди нафиг, увольняем. Увольняем. Ну ладно, уволили. Но вместо тренера тактика, который будет выстраивать практический рисунок, позвали Анрии, который в тактике не бум-бум, ну, понятное дело, что не то, что не бум-бум, он просто молодой еще, он не прошел школу какую-то, он вообще нигде не работал главным, он был ассистентом менеджера в Бельгии, и он был в молодежке Арсенала, там, по-моему, годик или два года проработал. Я посмотрел на Черчесова в Спартаке или Маура в сборной России, ну, просто не ходят разговоров относительно таких перемен, что Жордим, что Анрии толку не особо много, ну, при Жордиме Монако-то неплохо себя показывал, и там результаты были довольно серьезные при Жордиме, поэтому. Жордим, ты неплохой тренер. Совсем-совсем неплохой. Сковорода готов к переходу. О, о, правление клуба, серьезно, дало денег, 240 тысяч, класс. Спасло команду от развала, вот спасибо правлению. Жордим норм, просто селекция летняя ужасная была, поэтому сейчас из Пордира уволен, ну, я согласен, согласен. Проблема была больше не в Жордиме, а в селекции. А можно Палыча в Монако как эксперимент. Палыча в Монако, это было бы забавно. Так, сейчас начнется, начнутся попытки выкупить у меня игроков. Я так думаю. Я так чувствую. Шадлик, Лавин, Фабрегас, Глик, Мартинш сейчас арендует. Ну, все по ходу собирается. А летом-то не было ни у Фабрегаса, ни Мартинша. Ну, Глик это трудно называть топ игроком. Он уже очень старый. Вы еще Раги, или Раджи, как его правильно называть. Лысого дяденьку с внешностью порно-актера. В общем, трудно назвать. Ну да, Игорь Даларсан, кстати, вот Венгера. Почему бы и нет? Ну, просто тут ведь вопрос. Хочет ли сам Венгер сейчас работать? До Фабрегаса и Налда была абсолютно такая же ситуация. Ничего не меняется, хотя игроков хороших очень много. Так, игрокам нужно время, чтобы сыграться. Это же командная игра. Почему продавать игроков очень сложно? То есть, вот пример Уфы, да? Вроде бы, ну, все было неплохо. Но когда уходят из команды Стоцки и Обликов, люди, которые строили, ну, вокруг которых строилась игра, все, они ушли, все развалилось нафиг, потому что эти люди делали реальный результат. Сейчас их нет, и, ну, Тиль вписывается на их позицию, да? Сейчас, если Тиля купят, опять не будет игрока в эту зону. А вот именно в эту зону очень сложно наигрывать. Очень сложно наигрывать футболистов. У Монако был Лемар. Они взяли его, продали. Кто у них еще там ушел этим летом из Монако? Ну-ка, напомните. Там были классные ребята. Куркос-клуба удалось провести реструктуризацию всех существующих долгов. Этот шаг должен укрепить финансовые позиции клуба и обеспечить. Вот, итоговый баланс ноль. Долги и кредиты. Чистая задолженность. Вот, у нас 1200. О, миллион 200 у нас. До 30-го года. Кредит от акционерной компании. Да, долги растут. Фабиньо, да, опять же, это ключевой игрок центра. Фабиньо. Ну, Артемол. Там, видимо, еще не самые хорошие отношения внутри коллектива. Ну, вы же видите разницу, да? Что такое настроение в коллективе? Как МЮ играл при Мауринио, как МЮ играет сейчас? Совсем другие люди. И тот же самый там Марсиаль был летом в подвешенном состоянии. И когда смотрели на игру, говорили, ну все, Марсиаль переоценен. Все, Марсиалю пора уходить. Ага. А тут раз, и Марсиаль уже крут. Мутинио. Ну, Мутинио, может быть, ну, это опять же все-таки плеймейкер. Жава Мутинио. Руководство клуба сразу сообщает о том, что клуб выходит из-под внешнего управления. Новый президент Валерий Горбунов успешно заключил сделку с кредиторами. И готов приступить к своей работе в клубе. Нынешняя ситуация вынуждает клуб отказаться и обсудить трансферные предложения снова. Что? Не понимаю. Там вот потом уже сами игроки говорят, что Анри демотивирует их в раздевалке. Ну, я не знаю, неужели Анри настолько плохой тренер? То есть, там, по сути, ну, все-таки у Монако состав сильнее, чем у условного Дижона какого-нибудь. Кстати, как вчера Монако сыграл? Они играли как раз с Дижоном. И ассистент там тренировал. Шардим еще не приехал, а Анри ушел. Так, мы отказываем. Здесь Спартак. Хочет купить форварда. Ну, два с половиной миллиона. До свидания. Анжи. Давай, Джамбо за миллион. Все, Арсенал рад остаться с Аблиной. Налда, красная карточка. Во втором матче подряд красную карточку ловит. Класс. Ну, вернее, не класса. В Монако топ был Бернардо Силва. Ну, Бернардо Силва уже давно ушел из Монако. Ну, какая была классная команда. Мбаппе, Бернардо Силва, Лемар, Фабиньо. Блин, и они доходили до полуфинала ЛЧ. Вот это была команда, ребята. Это была команда. А знаете, это хороший аргумент. Мы здесь очень близки. Я был бы дураком, рискнув потерять это. А вот мистер Твистер, красава. Так, Монако столько топов нашел за счет грамотного скаутинга своего. МакМитчелла хочет Спартак. Еще все хотят наших игроков. Блин, ну что, серьезно? Вы за такие копейки у меня игроков пытаетесь заполучить? Ну, и Зенита же куча денег. Дайте денег. Спасибо. 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 Видимо, после хорошего скаутинга идет плохой. Ну, может быть, какого-то человека поменяли. Может быть, у них новый какой-нибудь спортдир был или еще что-то такое. И все пошло по одному месту. А вообще тут бабушка на двое сказала. Саня Абач, играю за Эвертон. Матч против Ливерпуля. 80 минут сведу 3-1. В итоге проиграл 3-4. Что не так с ФМ? Трудно сказать, что не так с ФМ. А вот у нас новый. Новый набор в Молодежную Академию. Александр Гараев. Ну, да, понятно. В общем, понятно. Потенциал. Потенциал там у всех жиденький. Ну, нам эти люди нужны исключительно для того, чтобы... Каким-то образом... Отлично. Мы сейчас форварда продадим Спартак. А потом выкупим его. Это то, что я люблю. Представляете, как Спартак обгадится. Возьмет нас игрока. Да, пока никто, видимо, не собирается, да. Антон Бандурас. Наш Антонио Бандерас. Енисей. Что, не хочешь в Енисей? Динамо вот хочет в аренду взять. Селебрити развивается. Сашулю... Ну, кто-то хотел купить, я помню. Кому-то вот Сашуля приглянулся. Выплата начинается. Все. Сейчас мы так без денег останемся. С этими кредитами. Куда у нас руководство? Загнала. Клуб Зенит сделал Арсеналу предложение. Ну, не лондонскому, не тульскому, а Игу дали Арсеналу. Нарва Транс. Нарва Транс. Вряд ли хватит денег. На великого Александра Аюреди. Ну, что, когда там у нас уже форвард подпишет контракт со Спартаком, то нам деньги нужны. Да, вот по кому я точно не скучал, так это по человеку-соседу. Человек-сосед у нас, как выяснилось, живет и здравствует. Форвард стоит 110 тысяч. Зарабатывает на 48 тысяч в неделю. Вот это жирненько. Жирненько зарабатывает. Нет, зарплату буду урезать потом. Мне важно из руководства выжать все до последней копейки, чтобы они расширяли бюджет. В этом и прикол. Сейчас форвард же уйдет Спартак, мы его потом вернем уже, за копейки будет играть. Предложение по Бандурасу. Ну, давай за лям. Люди хотят за ноль покупать у меня игроков. Я не понимаю. Так, за 2,1 миллион. Сейчас у нас сколько финансы? Минус 210 тысяч. Принять. Кусок говна, блин. Они сосед. Вот, понимаете, да, вот Россия. Вот он сверлит, да. Что с ним сделать? Вот как? Если ты, там, не знаю, вызовешь участкового, что будет? Он же не будет сверлить при участковом, правильно? Он зайдет в квартиру, уберет себе инструмент свой и скажет, я не сверлил. Вот. И как доказать, что он сверлил? Никак. То есть в этом проблема России. Закон какой-то придумают, а как его исполнять, не придумают. То есть, ну, блин, тут же недостаточно. И вот, я не знаю, вот как вот ему запретишь, да, это делать? Если тут надо сидеть с полицейским, да, чтобы он у тебя дома находился в этот момент. Потом он пошел, поднялся. И как еще понять, он сверлит? Или вот тот сосед сверлит? Или за стенкой сосед? Это очень сложно понять. И никак не докажешь, что это был я. Запиши, как он сверлит. А как? А как записать, как он сверлит? То есть, я же не знаю, он это или нет. Он скажет, а это не я. И по видео уже непонятно, кто именно. Это надо проникнуть в квартиру, да, как-то в окно подсмотреть, что ли. Только так. С коптера какого-нибудь там полетать и заснять именно, как он там работает. Но если этого сделать не можешь, то, по сути, ты никак и не узнаешь. Так, что... Так, финансирование. Вот, миллион восемьсот у нас есть. И теперь мы форварда возвращаем обратно к нам. Переход в мой клуб. За ноль. И редактировать контракт. Ну, давай там тысячу будешь получать. Так. Премия за сыгранный матч. Тысяча. Премия за гол. Тысяча. Здесь так. Здесь так. Здесь так. Контракт действует до 25-го года. Понял. Ну что, форвард, мы рады тебя видеть. С вращением. Встроенные ряды саб-юнайтед. К двери подходи по звуку слова. Это непонятно. Это же непонятно. Смотрите, а почему? Был миллион только что, а сейчас снова стало мало. Мы же за ноль его вернули. Был миллион. Болелось и деньги в карман кладут по-любому. Так, ну вроде всем все сказал. А что у нас по кредитам? То есть мы по-прежнему еще отдаем этот кредит. Вот что не так с этим человеком? Ну выходной день, 19.36. Зачем тебе что-то сверлить, дорогой? Возьми выходной на работе. Завтра днем, послезавтра, послезавтра. Сверлить что хочешь, хоть обсверлись, хоть жопу себе просверли. Ну серьезно. Зачем нужно вот это вот все? Я не представляю. Вообще не представляю. Нравится людям жить в говне, потом они говорят, что государство плохое. Вот это часть говна России. Это что люди не соблюдают элементарные правила. Конечно, у вас и власть не будет никакие правила соблюдать, потому что вы сами не можете простейшие вещи вообще соблюдать. Нельзя работать в выходной. Все, не работай в выходной. Нет проблем. Ну если жена заставила полку делать срочно, то предупреди соседей. Я не знаю, скажи, извините, надо посверлить там. А вообще, нафиг. Что значит жена заставила? Жена подстрекает к нарушению закона Российской Федерации. Так быть не должно. Ну а что он делает? Он сверлит. Сверлить, шуметь нельзя. Только в рабочее время можно превышать уровень шума. Говно России. Название для политической партии. Да. И правда, неплохое название. Думаю, что за такую партию мы бы проголосовали. Да, разные есть у нас партии, но да бог с ними. С этими партиями. Джамбо все пытается купить. Ну, за какие-то копейки. Тима 2. И так вот. Тима. Тима. Тима 3. Тима. Тима 3. Бандура все плохо тренируется Гвардей Со всеми надо разговаривать А то они забывают Потому что надо работать на тренировках И перестают это делать А нам такое не нужно Нам нужно чтобы люди старались и похай Вот Дима по всей травме опашет как вол Запчасти надо в гараже сверлить Не подожди Красавец Ты дал арсенал Ох ты На несколько лет помоложе сделать Тебя сделать помоложе Ну давай сделаем помоложе Нет проблем Так тебе 23 Ну давай хочешь 18 лет Сделать Вот 18 мне уже В самом расцвете Сил И гудал арсенал Будет еще Развиваться Колесо Нет колеса Я же предупредил Колеса уже не будет на этом стриме Колесо если и Наберется Наберется То только на следующем Потому что на этом стриме матча то больше уже не будет Они будут товарищескими Потому что тут надо еще мотать и мотать До следующего месяца Но я думаю на этом стриме Так долго не просидим Ну если только резко там человек 50 не придет И пока там 20 зрителей Как-то Не мотивирует это Долго-долго стримить Но На следующем стриме уже Если там Колесо будет заполнено То начнется он С кручения колеса Ну и вам самим будет интереснее Чтобы смотреть Сразу на действия Того или иного колеса Так Леню хотят купить Локомотив Отклонить Сколько вот Леня стоит Давайте посмотрим Трансферный статус Запрашиваем И цена Миллион Отвердить Миллион Заплатите Пойдете Где же Сашка? Какой Сашка? Ведут Сашу Are you ready? На стриме? Не знаю На стриме Саши нет Видимо спит Вы же говорили Что он два дня подряд Стримил Вот и все Сил надо сколько иметь Чтобы стримить 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 Просто Видимо люди отвыкли Просто от того Что у меня Стримы по выходным И поэтому Как-то Неактивно Себя проявляют Легкая прогулка Не против То можно и с Лехой Патвоведа пытаются Купить Труджат Артем Оля Давай спасибо Что пришел Приходи на следующие Стримы Всегда будем Тебе рады Говорить себе Это лишь работа Я не хочу никого Убивать При этом Иванчик Ну Знаешь ли Бывает Всякое Ну Если Так Относиться К своей работе То Наверное Вы ошиблись По жизни С выбором Деятельности Потому что Настолько Не хотеть На работу Это Тяжело Тяжело Так, ладно, заявляем форварда. Закрытие трансферного окна. Наконец-то. Кто учителем работает, им надо к работе готовиться, презентации, тесты и т.д. Офисным надо отчеты делать. Ну, я думаю, что офисные-то все-таки обычно отчеты делают сидя у себя на работе. Они больше ничего не делают, только отчеты свои. Учителям, да, возможно. Так, за 850 тысяч мы сейчас селебрити продадим, короче. Но если вы лям предложите, то мы продадим вам. Нет, локомотив. Лям предложите, мы продадим вам. Нет, ну все, до свидания. Так, Лене сделали предложение лям. Нет. Селебрити лям. Нет. Зенит селебрити лям. Нет. Ахмат сделал селебрити предложение лям. Нет. А, вот они все сделали предложение селебрити. Ростов, Зенит. Они там какие-то копеечки предлагают и... Так, подождите-ка, трансферы. Как там селебрити? ЦСКА 800. Но надо его в Зенит тогда продавать. Вот в Ахмат, в Ростов точно не надо. А вот ЦСКАшную надо отвергнуть. Потому что невыгодная сделка для нас абсолютно. Спартак уходит. Хорошо. Так, 8 тысяч у него зарплата в Спартаке. А мы теперь перетаскиваем его в мой клуб. Хоп. У нас 14 тысяч у него зарплата. Ну, нет. Правка клубного контракта до 25-го года. И получать он будет 4 тысячи в наказание. Окей. Тысяч и все. В моей команде снова селебрити. Финансирование больше миллиона. Мы заработали, вышли из кризиса. Ну, тут-то мы везде отклоняем предложение. Потому что какие-то копейки просят. Так, предложение по Лене. Миллион. Даш? Не дал. Ну, ваша проблема. Я же предлагаю вам миллион. За миллион уж могли бы. Так, так, так. Здесь мы отклоняем. А, 300 тысяч принял. Ну, е-мое. Как можно принять такое предложение? Не представляю. 300 тысяч. А, ну вот они все сейчас там будут за 300 тысяч продаваться. Раз, окно закрылось. Отлично. Ну, походу, того самого Леня не успели. Продать или успели. Или успели. Да, Тула успела. Ладно, Леонид. Переход в мой клуб. Сколько в Туле? 23 тысячи зарабатываешь. Слушайте, редактирование. Переход в мой клуб. За ноль, естественно. 53 тысячи нет. Это много. 3 тысячи. Вот это норм. Твоя реальная цена. 3 тысячи. Премя за сыгранный матч. Тысяча. Премя за гол. Тысяча. Плата за неиспользованную замену. 600. Окей. Все. Теперь. Сейчас мы будем регистрировать. Где тут самый Леня? Вели. Подтвердить выбор. Да. Ну, так мы клубы РПЛ разводим на деньги. На итоге финансирование. Почему так мало? Алло. Мы же заработали. Да. Просто жесть какая-то. Мы же заработали кучу денег на продаже игроков. Миллион четыреста. Миллион четыреста. Капец. В России есть ли какие-нибудь конкурсы по поеданию еды? Я, честно говоря, не слышал. Есть ли такие конкурсы? Но допускаю, что может быть. Попилили между собой. Вот, видимо, да. Любят бабки пилить. 100%. Так и сделали. Так, следующий матч завтра дома. Так, это тогда вот по этой тактике. Быстрый выбор. Дима, Фуа, Селебрити. Ну, должны легко побеждать, конечно. Беспроблемно. С каким счетом мы разгромим текстильщик? Ваши ставки. 5-0, я думаю, будет. 5-1. Но чуть-чуть не угадал. Кистер Твистер, Дима, Селебрити. Гудал он. Ну, понятно. А Юред же стоит они. Естественно, пропускают. Всегда. Это же Саня. Это же Саня. Оксанер, а Юреди? Еще и плохо стал тренироваться. Саша, ну, так нельзя. Нужно тренироваться хорошо. В любой ситуации. Абсолютно в любой. Что делать, если хочется с кем-то в сетевую сыграть? А играть не с кем. Ну, я думаю, что у нас в чатике есть всегда люди, которые любят FM. И которые играют в сетевую. Может быть, мне в группе ВК создать тему? Ищу товарищей для игры в сетевую? Как вы думаете? Если действительно в этом есть потребность, то давайте. Сразу говорю, что у вас должен быть FM. Ну и, наверное... Сейчас я проверю. Удивительно, но за последние два дня от группы ВК отписалось 10 человек. Я не знаю, что их на это сподвигло. Но отписались, отписались. Так, я прямо сейчас тогда создам эту тему. Тема. Ищу партнеров для игры в сетевую в FM. Тема для тех, кто ищет... Тема для тех, кто ищет... ... гифка школьных сподвигло футбол менеджер 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 напоследок матчет сыграем хотя 12 человек нет матчет уже играть не будем на следующем стриме обязательно сразу начнем за там колесо накопилось не накопилось проверим колесом колесо накопилось так что следующий стрим у нас начинается с колеса следующий стрим по sub united и там мы уже крутанем решим кто же или что же что за пункт выпадет я думаю следующий стрим будет очень интересным в этом плане что прикиньте выпадет там сразу какой-нибудь шейх или еще что-то кто-то так здесь конечно заменить вот всем кто пришел большое спасибо давно не было стримов но вы мотивируете меня на то чтобы я стримил больше и чаще чему я очень-очень рад и рад что вы в общем то несмотря на то что я стримлю редко все-таки приходите и радуете меня всех благодарю всего вам самого доброго удачи и пока 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 пока